Новое игровое оборудование в трех детских садах сегодня осмотрели депутаты областного собрания. С их помощью дошкольные образовательные учреждения получили миллион рублей. Детский сад Незабудка на 400 тысяч рублей установил на своей территории сразу 4 объекта. Вот такие игровые объекты появились минувшей осенью на территории детского сада Незабудка. За целый учебный год новые городки уже успели облюбовать маленькие воспитанники. Этой осенью в детский сад придут более двух сотен ребят. Воспитатели говорят, особой популярностью пользуются у детей новый паровозик. Как выходим на участок, сразу бегут на этот паровозик, играют друг за другом. Встают, даже очередь, чтобы покататься с этой горочки. Очень нравится. Старые постройки практически уже даже не замечают. Новая постройка появилась, они вокруг нее все, с ней катаются. Новый инвентарь появился здесь благодаря средствам регионального бюджета и резервных фондов. Сегодня с проверкой, как дошкольное учреждение использовало деньги, привели депутаты областного собрания. Это оборудование нового поколения, очень эстетично, экологично, многофункционально. И поэтому мы впервые получили возможность украсить свои площадки и возможность детям дали для игр, развивающих двигательные активности и для большого эстетического наслаждения. На обновление игрового оборудования область через депутатов выделила 1 миллион рублей. Эти средства пошли на обновление сразу трех детских садов. Из-за будки на улице Парковой досталось около 400 тысяч. В детских садах еще сохранились такие старые, скажем так, постройки. Вот даже в этом детском садике, обратите внимание, за вами прямо стоит конструкция из металла. Я всегда думал, что они не очень, ну скажем так, безопасны для детей. Я думаю, что вот эти конструкции надо потихоньку будет убирать и ставить более безопасные. Учитывая, что в старом городе расположены 11 дошкольных учреждений, а новшества появились лишь в трех, то работы предстоит немало. Сергей Курбан, Александр Осенков, Вестник Северодвинска.